Запуск фейерверков, задержание преступника, неожиданная встреча или странный трюк — все эти моменты объединяет одно — что-то пошло не так. Как можно перепутать енота с медведем? Как свалить дерево и почти разрушить здание за один раз? Воздушные шары очень безопасны, что может пойти не так? Сначала это выглядело как крутой трюк. Этот повар действительно опытен не только в приготовлении стейка, но и в возгорании всего ресторана. Обычная поездка на лифте превратилась в катастрофический фильм для его пассажиров, когда он сломался и начал наполняться паводковой водой. К счастью, всех вовремя эвакуировали. Запуск фейерверков с самоката, конечно, выглядел эпично, пока не наступил этот момент. Прыжки с парашютом — очень непредсказуемый вид спорта. Полагаю, после приземления у них был серьезный разговор. Когда вы гуляете на высоте 8 километров, будьте готовы к этому. Глядя в окно самолета, вы определенно не хотите видеть, как разваливается крышка двигателя. Пилоту пришлось вернуться на взлетно-посадочную полосу из-за этого, и, к счастью, никто не пострадал. Пожарный демонстрирует мастер-класс по тому, как не тушить трансформатор. Парень был единственным, кому понравилась поездка на человеческих роликовых коньках. И, кстати, это еще одно доказательство того, что оператор никогда не умирает. Это было не только неприятно, но и очень дорого. Еще одна история, начавшаяся с фразы «Смотри, что я умею». Хорошо, что у девушки был телефон в руках. Плохое настроение – это очень опасно. Просто посмотрите, как эта женщина разгромила половину магазина. Водитель подумал, что проезд под фонтаном от лопнувшей трубы ничем не отличается от обычного дождя, но он не учел, что машина не выдержит такого давления. Эта женщина – та, рядом с которой вы хотели бы сидеть, если боитесь летать. Мойка автомобилей – отличное место для разбора отношений. Водитель грузовика был так нацелен достичь Макдональдс, что ничто не могло помешать его пути. Не только ветер помешал девушке отдохнуть в палатке, но ее еще и высмеяли. Полицейские прибыли на место происшествия, но один из них вел себя как лежачий полицейский и лег на землю. Когда вы решаете сэкономить на салоне и покрасить волосы дома. Парень вызвал пожарных, потому что увидел огонь в окне, но оказалось, что это видео на большом экране. Полиция нужна для обеспечения безопасности, но эти копы устроили такую странную засаду на дороге, что это определенно нельзя назвать безопасным. Никто не научил этих детей, что делать, если их школьный автобус затопит. Из-за сильного ветра дуб упал на историческое здание церкви, построенное в 1876 году, и разрушил его крышу. Во время происшествия в здании находились 20 человек, но, к счастью, никто не пострадал. Как охладить ноги и сохранить репутацию идиота одновременно. Большая змея вызвала хаос среди работников ремонтной мастерской, но они справились с ней хорошо. Владельцы автомобилей вызвали шерифа, потому что медведь застрял в их машине. К счастью, офицер был находчив и показал мастер-класс по безопасному освобождению медведя. Погода создала хаос на бразильском стадионе. Из-за прорыва водопровода был разрушен целый дом. Эти парни услышали, что что-то происходит в закрытой комнате, и события разворачивались очень быстро. Легенда гласит, что летучая мышь вышла из этого победителем. Этому парню не следовало смотреть самые опасные американские горки в мире перед этим. В тот день у студентов была веская причина пропустить занятия. Эту игру могли отменить из-за дождя, и необычные обстоятельства требуют неортодоксальных решений, таких как использование медицинских носилок для уборки воды. Тот вид автосервиса, которого я боюсь. Если вы действительно что-то любите, вы должны отпустить это. Труба лопнула и затопила подземную парковку. Ну, по крайней мере, один плюс. Она будет очень чистой. Покупки тоже могут быть опасными. Настоящая игра в кальмары. Парень слишком увлекся виртуальным боулингом и остался без телевизора. Если вы когда-либо думали, что снегоуборочная машина не может выйти из-под контроля, ну... Торговый автомат принял деньги, но товар не выдал. Какой обман! Фермерские протесты во Франции вышли из-под контроля. Представьте страх 38 пассажиров самолета American Eagle, эксплуатируемого Envoy Air, когда он скользнул со взлетно-посадочной полосы из-за льда в аэропорту Чикаго О'Хара. К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал. Здесь ничего особенного. Просто обычный рабочий день участника польской экспедиции в Антарктике. У меня есть мозг? Да. Знаю ли я, как им пользоваться? Нет. Еще раз! У многих людей есть домашнее животное без проблем, но капибара определенно не лучший выбор. Когда вы хотели удивить друга, которого давно не видели, но что-то пошло не так. И это должно было быть романтическое предложение во время игры, но оно чуть не закончилось дракой с охраной. Кажется, что самолет застыл, но это лишь оптический обман, потому что машина движется быстрее и в противоположном направлении. А этот Boeing совершил аварийную посадку из-за оторвавшегося капота двигателя. Определенно это не то, что вы хотите увидеть из своего окна. Пилот гоночного самолета так торопился взлететь, что чуть не столкнулся с другим самолетом, резко затормозил и в итоге остался без винта. Самолеты и вертолеты могут попадать и в дорожные аварии. В то время, как некоторые из нас боятся даже выглянуть в окно, пассажир этого самолета вручную запустил двигатель на высоте тысячи футов. Спросите его о правилах безопасности. Еще даже не взлетели, а уже все испортили. Самолет не хотел взлетать, но его все равно заставили. И вот к чему это привело. Ничто не предвещало беды, когда этот вертолет должен был приземлиться на борт авианосца. Но тут... Этот самолет случайно попал в запретную зону и столкнулся с проблемами. Во время посадки рука пилота дрогнула и самолет отклонился в неправильном направлении. Когда вас просят поработать в выходной день. Двигатель самолета внезапно заглох, и пилотам ничего не оставалось, как совершить аварийную посадку на шоссе. Пилотирование самолета явно не его призвание. Он чуть не убил кучу людей. Опытный пилот обучал новичка, как вдруг на высоте 600 метров у самолета перестал работать двигатель. Их окружали деревья, и посадить самолет было негде, но в самый последний момент пилот заметил поле, на которое можно было приземлиться. перевозить большую стеклянную панель на вертолете, возможно, было не самой лучшей идеей. Как вы думаете, он уже нашел себе новую работу? Когда у пожарного вертолета отказал двигатель, пилоту очень повезло, что это произошло над водой. Пилот, наверное, подумал, что самое страшное может случиться, если он сделает еще один трюк. К счастью, экипаж успел катапультироваться. Эта девушка купила три кресла эконом-класса и превратила их в бизнес-класс с помощью пластиковой упаковки. Стюардесса не была впечатлена. Этот парень доказал, что люди могут летать. Почти. Думаю, если бы я сел за штурвал вместо этого парня, произошло бы то же самое. Во время полета пассажиру стало слишком жарко, и он решил открыть аварийную дверь, за что был посажен в тюрьму на 10 лет. Пилот потерял управление и просто чудо, что никто не пострадал. Этот гироплан не был предназначен для взлета. К счастью, это произошло на Земле. Представьте себе удивление водителей, увидевших военный вертолет, летящий так низко. Глядя на это, можно подумать, что пилот пьян, но на самом деле он просто хотел поразить зрителей во время своего авиашоу. самолет взлетел очень неудачно, и... не волнуйтесь за пилота, с ним, как ни странно, все в порядке. Вертолету с трудом удалось перевести массивный кондиционер. Мужчину с билетом насильно сняли с самолета перед взлетом, потому что на его место хотели посадить сотрудника авиакомпании. Ему предложили разместиться в гостинице и купить билет на следующий рейс, но он отказался, так как является врачом и летит к своим пациентам. Когда после взлета у этого самолета возникли проблемы с двигателем, пилот раскрыл парашют и спас всех находившихся на борту – четырех взрослых, трехлетнего ребенка и новорожденного. Этот пассажирский самолет, на борту которого находилось 146 человек, совершил аварийную посадку с передним шасси, повернутым на бок. Когда он коснулся взлетно-посадочной полосы, шины начали гореть, но это никак не повлияло на безопасность и все закончилось благополучно. Вот почему автомобилям лучше не выезжать на взлетную полосу. У самолета сломалось носовое колесо и мягкая посадка была невозможна. Я не пилот, но мне кажется, что с этой посадкой что-то не так. Когда хочешь выполнить красивый трюк, но добиваешься противоположного результата. когда посадка не входит в стоимость полета. Казалось бы, у вертолета нет шансов, но пилот в последний момент успел уйти в сторону. Зрители авиашоу Thunder over Michigan еще долго будут вспоминать, как пилоты катапультировались за несколько секунд до того, как их самолет загорелся и разбился. Ради красивого фото люди идут на многое. Не самая удачная посадка. А эти два самолета так понравились друг другу, что они соединили свои хвосты. Краткий обзор минусов частного самолета. Думаю, если они могут позволить себе частный самолет, то не будут беспокоиться о каких-то сумках. Посмотрите, как сильно движется самолет из-за ветра в 37 узлов. Представляю, как громко аплодировали пассажиры, когда самолет наконец-то приземлился. Только посмотрите, как взлетает этот самолет при сильном ветре. Теперь у меня появилась еще одна фобия. На большой высоте в горах воздух настолько разрежен, что роторы вертолета с трудом поднимаются. Именно это и произошло с этим спасательным вертолетом. Пилот набрал высоту во время авиашоу и потерял сознание. К счастью, он быстро пришел в себя. Этот парапланерист на несколько секунд потерял управление, но ему удалось его вернуть. Эта летающая лодка чуть не заглохла и не упала на людей и другие лодки. Не знаю, о чем думал пилот. Военный вертолет во время взлета запутался в электрических проводах на футбольном поле. А это жесткая посадка в сугроб. Оператор, снимавший этот взлет, явно далеко не робкий. Печальные последствия потери управления. Этот самолет не смог сделать самого главного. Взлететь. И вот результат. А это была попытка поднять в воздух старинный биплан соп with camel. Похоже, ему место в музее. А этот парень решил запустить в воздух вертолет с манекеном внутри. еще один способ потратить в пустую несколько тысяч долларов. На этом самолете есть небольшой сюрприз. Больше приземляться было негде. Самолет приземлился в конце взлетно-посадочной полосы, и ему не хватило места для торможения. В двигатель самолета попала птица, в результате чего салон наполнился дымом, и пилотам пришлось срочно возвращаться в аэропорт вылета, чтобы спасти людей. У вертолета отказал двигатель, в результате чего при посадке он ударился о землю и разлетелся на куски. Но, к счастью, всем четырем членам экипажа удалось выжить. Этот самолет сбил планер стоимостью восемь тысяч долларов. В следующий раз им следует тщательнее выбирать место для запуска. У этого вертолета отказало бортовое управление, и он упал в воду с высоты 15 футов. Пилот попытался поднять его обратно в воздух, но сделал только хуже. В попытке в взлетах коснулся лопатами воды и перевернулся. Грузовой самолет разогнался, но не смог взлететь. Он врезался в забор и сарай, получив повреждения. Неудачный взлет закончился опасной аварией, но все находившиеся на борту, включая двух взрослых, двух детей и двух собак, остались живы. Оцените мощь двигателя Boeing 747. Он мощнее самого сильного торнадо. Снежные лавины выглядят захватывающе, но только не тогда, когда они направляются к вашей палатке. А вот ураган Ида во Флориде, без труда смывший целый дом. Люди, которые развели неудачный костер, переросший в неконтролируемое пламя, конечно, не ожидали, что в итоге получат огненное торнадо. Очень неудачное место для парковки. Разрушительный пожар на Гавайях заставил людей буквально бежать и прятаться в океане. Вот как выглядит удача. хорошо, что молния попала в дерево, а не в человека. Из-за сильного ветра в Луизиане один из самолетов взлетел, хотя и не собирался. дорога и не к счастью дорога огорожена до таких случаев и камни не падают на машины. А вот разрушительные кадры урагана в Румынии. Оползень превратил часть дороги во врата ада, создав огромный кратер рядом с туннелем. Вот вид на торнадо буквально в эпицентре. У снимающего парня явно стальные нервы. самолетом в итоге все обошлось, но выглядело это впечатляюще. Интересно, является ли в подобных случаях фактором вес пассажиров? Эти ребята точно не ожидали таких ужасающих спецэффектов, когда снимали видео. Гигантские волны очищают пляж бикини в Кейптауне, смывая даже автомобили. Хотя выглядит это страшно, не волнуйтесь, на этот раз ни один строительный кран не пострадал. А вот еще одно ужасающее наводнение, разрушающее улицы Турции потоками воды, грязи и мусора. А это случилось в Испании. Вот что бывает, когда оказываешься в эпицентре урагана. Этому парню удалось запечатлеть впечатляющий обвал гигантского скального образования. Реакция этого парня говорит сама за себя. И это веская причина, по которой вам стоит дважды подумать, прежде чем устанавливать панорамные окна в своем доме. Наводнение во Франции превращающие автомобили в лодки. Я бы не рискнул стоять на балконе в такой ветер, чтобы запечатлеть это зрелище. Мосты ноль, наводнение три. Еще одно очко в пользу сил природы. ветер вот что бывает, когда река немного выходит из берегов. Этот дом рухнул из-за оползня и превратился в руины. это землетрясение в Марокко. Вот что случается с плохо построенными зданиями. Момент, когда вы купили рекламу на билборде за бесценок. После урагана многие люди остались без электричества. Они явно построили этот дом далеко не в идеальном месте. наводнение в Пакистане снесло антенну. Максимально эпичное зрелище. А это сильный ветер разрушает несколько таунхаусов в Далласе, штат Техас. Вам тоже такая конструкция напоминает домино? Видео сняли во Франции. Торнадо вырывал деревья с корнями. Надеюсь, что с оператором все в порядке. Только посмотрите, как поток воды просто выталкивает всю эту огромную конструкцию. Ветер с легкостью положил все деревья, будто это соломинки. Наводнение разрушило жилой дом Венесуэля. Ничего удивительного, просто Зевс забрал свой заказ. Такие шторма никого не щадят. Крышу жалко, но главное, чтобы никто не пострадал. Представляю, как было обидно на это смотреть владельцу этой машины. У водителя был явно не его день, но, к счастью, никто не пострадал. Во время шторма самолет невероятно приземлился. Может, это удача, но, как по мне, это профессионализм летчиков, которые сидели за штурвалом. Наводнение снесло старое здание. Хорошо, что там не было людей и никто не пострадал. А эти люди решили понаблюдать за большими волнами, но явно недооценили их мощь. Ужасный шторм в Стамбуле буквально за несколько часов разрушил огромное количество инфраструктуры. Но, по крайней мере, девушка остается позитивной. И наводнение сделало безграничный бассейн, которого не было до того, как она заснула. После этого шторма придется идти в Икею за новым столиком. Обычные прохожие сняли сильное наводнение в штате Флорида. Ужасное наводнение произошло в городе Тафалия в Испании. По всем улицам проплывали машины, да и вся инфраструктура города сильно пострадала. Тайфун Хагиби собрушился на Японию с самыми сильными ветрами и дождями за последние 60 лет. Нет, это не кадры из фильмов про апокалипсис. Это 28 сентября 2022 года, штат Флорида. Из-за урагана улицы полностью были затоплены. В городе Катания наводнение сделало вместо улиц города целые реки. Мало того, что ураган вырвал дерево с огромными корнями, так еще и теперь перед домом озера появилось. От этого наводнения в Пакистане прорвало 40 плотин, разрушило больше 200 мостов, а переселено приблизительно 10 миллионов человек. А тут молния ударила прямо по ветряной турбине. В 2016 году в штате Колорадо возле города Рей образовался торнадо, который не успокаивался около трех лет. Наводнение устроило настоящий хаос. Чей-то дом смыло полностью, но пострадавших не было. Вот так просыпаешься утром, а за окном не газон, а целое бушующее море. Вот вам и райский курорт. На побережье Форт Майерс, штат Флорида, начался ураган Ян в сентябре этого года. После этого много людей остались без жилья. Все тот же штат Флорида. Наводнение было настолько мощным, что вода поднялась выше машины. Только гляньте, как резко может начаться шторм. Главное не быть на улице в этот момент. Наводнение в Тайване полностью разрушило мост, по которому передвигались автомобили. Выглядит максимально эпично, но как думаете, фейк или нет? Ваши догадки пишите в комментариях. Наводнение в Омане, которое произошло семь лет назад, чуть не смыло машины и людей с моста. Все проверено и готово. Можете расслабиться и наслаждаться полетом. Момент для тех, кто думает, что быть за камерой это легкая работа. На этом все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайк.